наше приложение готово и если у нас есть партнерский статус один из битрикс а у нас он есть то мы можем опубликовать приложение marketplace и сделать его доступным для установки на любых порталах в облаке битрикс24 на платной или бесплатной основе напомним что является важным для публикации как и в случае с публикации на своем портале важно помнить что для приложений 2 и 3 типа на сервере должен быть валидный ssl сертификат а в карточке приложения вы должны отметить только те модули битрикс24 права на которые приложению действительно необходимы для работы в отличие от публикации на своем портале карточка приложений партнерском отделе потребует ряд дополнительных параметров вы должны заранее подготовить иконку для своего приложения и копии экранов которые смогут посмотреть пользователи нашедшие ваше приложение в marketplace потребуется также описание приложения как минимум на русском языке и конечно на английском если вы хотите предложить свое приложение англоязычным пользователям последнем случае вам надо также заранее решить вопрос локализации самого приложения до публикации давайте рассмотрим процесс публикации подробнее итак идем в партнерский раздел сайта один из битрикс в главном меню в кабинете партнера мы видим раздел предложение битрикс24 в облаке нам сюда именно здесь мы увидим список своих приложений и сможем добавить еще нажмем для этого как ни странно кнопку добавить решение открывшаяся форма будет похожа на ту которую мы уже заполняли в портале для локального приложения разница состоит в том что необходимо указать параметры доступа к приложению является ли она бесплатным или платным если платным то сколько должно стоить если у платного приложения пробная версия и в каком режиме далее нужно включить галочки у тех языков на которых вы будете давать описание после включения галочки на русском языке например нам потребуется указать категории marketplace в которых будет показываться наше приложение указать название и описание для marketplace описание процедуры установки и информацию о поддержке с контактами для потенциальных пользователей нужно прикрепить иконку приложения именно она будет выводиться в каталоге решения рядом с названием и очень важно прикрепить скриншоты демонстрирующий интерфейс и функционал приложения именно глядя на них скорее всего пользователи будут принимать решение пробовать ли ваше приложение или нет после сохранения мы остаемся в той же форме редактирования приложения но нам тут же выведут информацию о коде приложения и секретном ключе как вы помните нам надо будет скопировать эти значения файл tools php вы уже обратили внимание на то что пока у нас никто не спросил где лежит наше приложение и это потому что marketplace есть такое понятие как версия приложения смело жмем на кнопку добавить новую версию и вот тут мы видим поля для указания адреса приложения или загрузки архива в случае с приложением первого типа и указание адреса страницы установки здесь же мы отмечаем права на модули необходимые для работы именно этой версии приложения идея в том что если для первой версии приложения нужен был только модуль пользователей а десятая версия уже работает серым то добавляя новые версии одного и того же приложения в marketplace мы в описании версии нужные модули и включаем прав у приложения вообще в целом отдельно от конкретной его версии нет сохраняем версию и ждем модерации от битрикс причем имеем в виду что каждая новая версия приложение проходит модерацию снова для того чтобы попасть marketplace мы можем подвести итоги последнего урока нашего видео курса мы реализовали авторизацию для приложений третьего типа а затем сделали приложение смешанного 2 3 типа который выбрало в себя преимущество обоих наше приложение научилась самостоятельно взаимодействовать с порталом без участия пользователя мы даже научили его реагировать на события происходящие на портале и в конечном итоге мы узнали о процессе публикации готового приложения в marketplace мне остается только поздравить вас я надеюсь что этот курс оказался полезным и понятным и теперь вы сможете создавать полезные эффективные приложения для обычного сервиса битрикс24 удачи удачи